Разберем какие-нибудь примеры задач, которые решаются с помощью классической вероятности, которые просто предполагают классическую вероятность. Традиционный какой-нибудь пример, например, такой, да? Значит, что мы с вами можем сделать? А, давайте вот так вот сделаем. Давайте возьмем... Есть 4 комнаты. Есть 4 комнаты. И есть 20 школьников. И вот говорится так, школьники с закрытыми глазами, что ли, я уж не знаю, но случайно расселяются по этим комнатам, расходятся по ним. Причем важно, куда такой школьник в итоге попадет. То есть, если школьника, скажем, с именем Петя занесет в комнату с номером 1, то это не то же самое, что его занесет в комнату с номером 4. Но вот они совершенно случайно по каким-то независимым друг от друга обстоятельствам расселяются по этим комнатам. То есть, любое расселение можно считать имеющим одну и ту же вероятность. Это я уже подсказываю, из чего будет состоять пространство элементарных событий. Но хочется найти вероятность того, что ни одна из комнат не окажется пустой. Ни одна из комнат не пустая в результате такого вот расселения. Ну, я уже подсказал, из чего состоит пространство элементарных исходов. Элементарные исходы – это все возможные расселения. Мы их считаем равноверонятными. Понятно, что они образуют полную группу сагментов, потому что мы опишем сейчас все возможные расселения. Но они, конечно, попадут на несовместность. Если мы уже как-то расселили людей, то никак по-другому они в рамках этого расселения не расселятся. Так, ну, понятно, что всего таких элементарных исходов 4 в 20 степени, потому что каждый из школьников выбирает любую из четырех комнат, и по правилам умножения в комбинаторе мы получаем 4 в 20. Ну, а в числителе должно стоять количество способов так расселить школьников, чтобы ни одна из комнат не была пустой. Значит, здесь канонический способ решения этой задачи – это просто называется формула включения-исключения. Мы берем общее количество способов расселить школьников, вычитаем из него те способы, при которых какая-то конкретная из вот этих четырех комнат пустана, например, первая. Если первая пустана, то количество способов расселить школьников в 3 в 20 степени, если вторая пустана, то тоже, в общем, 3 в 20, поэтому у нас получается 4 на 3 в 20, но дробь придется продолжить, потому что здесь подлиннее получится, плюс дробь продолжается. Почему плюс? Когда мы вычитали, мы, естественно, что-то вычли лишний раз. То есть те ситуации, когда, например, вот эти две комнаты пусты, они были вычтены и тогда, когда мы считали первую комнату пустой, и тогда, когда мы считали вторую комнату пустой, поэтому их надо обратно добавить. Надо взять C из четырех код в это количество способов выбрать пару комнат и дальше умножить на 2 в 20 степени, но это уже остальные способы расселить школьников. Ну и, наконец, мы должны вычесть C из четырех код в это количество способов выбрать пару комнат, на 1 в 20, компенсируя таким образом те ситуации, когда какие-то три комнаты являются пустыми, ну и 1 в 20, это просто тревиально единица, количество способов расселить школьников в одну комнату. Вот получается такая израненность. Видно, что это чисто комбинаторная задача.